Итак, мои дорогие мальчики, сегодняшнее видео для вас о вашей возрастной перестройке организма, мужской климакс. Что вы думали, что только у женщины бывает климакс? Нет, дорогие мои, вас это тоже ждет, а может быть у кого-то уже вовсю протекает. Почему о мужском климаксе говорят намного меньше, чем о женском? Потому что он протекает гораздо слабее, в более легкой форме и начинается позднее, чем у женщины. Лишь у 20% это протекает очень красочно, очень ярко, с приливами, с тахикардией, с болей за грудиной. Вот как раз мы сейчас потихонечку переходим к этому. Но уже в 40 лет мужчина может отмечать эти первые климактерические звоночки. Связано это с тем, что резко начинает падать уровень тестостерона, мужского гормона, который и делает нашего мужчину мужчиной. Мне периодически пишут, что Вероника, вы какая-то мужененавистница. Я не права, те, кто мне это пишет, я немножечко мужененавистница, но я с этим борюсь. Посмотрите, видите, как я стараюсь сейчас, снимаю для вас это важное очень видео. Давайте посмотрим, с чем таким сталкивается мужчина. Приливы, как я уже говорила, приливы, озноб или наоборот, жар, тахикардия, головокружение, смена настроения от агрессии, раздражительности до депрессии, каких-либо суицидальных тенденций и мыслей. Дальше концентрация внимания падает, память уже не та. Почему вот с возрастом сложнее учить языки, сложнее адаптироваться к новой обстановке, знакомиться с новыми людьми. Все становится ригидным, вязким, консервативным, каким-то категоричным, жестким. Это именно связано с тем, что все эти мозговые процессы уже перестают быть такими, ну что ли, шустрыми, когда это было в 20-летнем или в 30-летнем возрасте. Дальше что у нас переходит? Значит, перепады артериального давления, скачки артериального давления. Что касается половой сферы, то можно отметить вот что. Снижается либидо, снижается количество спермы. Сперматозоиды уже не такие подвижные, эрекция уже слабенькая или ее нет вовсе. Поскольку сперматозоиды неактивные и уже не жизнеспособные, соответственно, и всякого рода вероятность зачатия устремительно снижается. Поэтому не нужно думать, что только у женщины пропадает возможность иметь детей. У вас она пропадает ровно так же, дорогие мои мужчины с возрастом. Потому что подвижность ваших головастиков также снижается. Поэтому особенно-то не радуйтесь. Следующий момент. Так, ну это я уже сказала, ноющие боли за грудиной. Это я все сказала. Различного рода приливы, нарушения сна. Так, что у нас появляется с вами во внешности? Все мы отмечаем, как мужчина начинает лысеть. То есть выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей. Набирается лишний вес. И реже бывает наоборот, чтобы человек худел. В основном он набирает лишние килограммы. Это видно вот это жировые отложения в области живота, пивные сисечки. Бывает так же, что начинается какое-то увеличение молочных желез. Все, вот такая вот у нас порося разрастает. Следующий момент. Чем это все чревато? Это чревато различного рода осложнениями. Вот почему, да, и сопутствующими какими-то заболеваниями. Вот почему очень важно мужчине, который столкнулся с подобным, да, воспринимает мужчина это как правило, что ну, я просто старею. Крайне редко какой человек подумает, ой, какой-то климакс у меня начался. Обычно под климаксом подразумевается, вот я сейчас скажу, что. Когда у мужчины шлия под хвост попала, ему срочно надо жениться на молодой девочке. И вот говорят, ой, ну все, климакс случился. Я объясню, почему и с чем это связано сейчас. Значит, обязательно необходимо наблюдаться у своего уролога. Да, обязательно должна быть медикаментозная терапия различного рода, может быть, гормоны. Да, которые, гормоны или препараты, стимулирующие выработку тестостерона. Ну, это уже врач будет с вами говорить, а не клинический психолог. По моей части больше страхи, с которыми как раз сталкивается мужчина. Давайте как раз немножечко об этом и поговорим. Что такое начинает происходить и почему он оказывается у психолога, да. Конечно, не все они идут к психологу, но я очень на этом настаиваю, что, дорогие мои мужчины, непременно, если вы столкнулись с климаксом, срочно ко мне на сеанс, срочно прорабатывать свои страхи. Какие страхи? Ну, все, я стал уже пердуном, старым дедом вонючим. Я не буду никому нужен, ни своим детям, ни своим внукам. И коллеги по работе уже смотрят на меня, как бы, может быть, меня на пенсию отправить уже. Мне сложнее уже думать о каком-то бизнесе, у меня уже хуже все получается. Мне жутко страшно остаться без денег и утратить свою какую-то сексуальную привлекательность. Обратите внимание, чаще всего подобные страхи посещают мужчину, который был таким вот котом, котярой. И по 5-10 лет жил со своими женами. У него было много женщин, и одна сменяла другую. Каждая из жен была моложе предыдущей. И, соответственно, вот эти страхи, они, как правило, нарастают на сравнении. То есть мне 50, а моей молодой жене 24, к примеру. И как начинает выглядеть этот мужской климакс в действии? Он начинает сыроедить, голодать, как дурак ненормальный, изо рта говнищим воняет. И, кстати, очень часто замечаю, когда человек начинает сыроедить или вот садится на какие-то диеты, у него начинает вот такой жуткий гнилостный запах изо рта выделяться. Думаешь, господи, боже мой, пока жрал свои пельмени с сосисками, вроде так не вонял. Как перешел на капустные парные котлетки, завонял, как какая-то вот именно гнилая говнятина. Причем от тела будет пахнуть нормально, а вот изо рта выходит, может быть, это вначале у них такое происходит. Но правда, я это видела и у мужчин, и у женщин, кто садится вот резко на какие-то такие очень правильные, казалось бы, питания. Вот интересно, что мне диетологи на это скажут? С чем это связано? Что такое вдруг? Вонище какое-то начинается, гнилостное такое. Начинаются всякого рода пилинги, ботоксы, да, вот это все разглаживается. Какие-то вращивает в эту лысину себе пучки с волосами. Молодится, как дурачок, ходит на какое-то там и ушу, и кроты. Я молодой выгляжу, я не выгляжу на свой возраст. Да выглядишь ты на свой возраст. Кто тебе сказал, что ты не выглядишь на свой возраст? И вот они эту фразу обожают говорить, я не выгляжу на свой возраст. Мне все говорят, что у меня глаза горят огнем, я весь горю. Выглядишь ты на свой возраст. Ты выглядишь просто хорошо, но все равно на свой возраст. Никто не выглядит моложе, на самом деле. обычная всегда можно сказать сколько человеку лет просто он выглядит чуть хуже чуть хуже или выглядит чуть лучше но в принципе выглядит вот мне видно что мне 40 лет может я хорошо выгляжу для 40 лет но это 40 лет все мне не 30 лет не не скажешь что мне 24 там или сколько 40-летняя женщина на что мы им сказать что я буду ерундой страдать короче говоря дальше погнали а вот это проходит очень все болезненно да и страх и смерти и вот такого старения что жена убежит его молодая в общем активизируется все страхи которые но только вообще возможно только которые возможно все или же например вот так же человек может жил 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 женой и вдруг резко климакс и человека потащила потащила в 45 лет на какие-то жуткие совершенно подвиги и гульбище и гульбище и гульбище и гульбище просто но не узнать человека вот как подменили это вот сочетается климакс вот с этим кризисом такой с кризисом середины жизни когда мужчина может накрыть волной что все я все просрал я все потерял вот она эта жена моя какая-то старушка пресловутая с которой зачем-то я прожил непонятно 25 лет да как будто бы вот эти дети и все это как-то не радует все что конец нет хочу заново хочу почувствовать молодость хочу почувствовать себя молодым отцом потому что тех детей я не почувствовал когда мне было 20 лет росли они сами по себе я в них не вложила особо души никакой поэтому я хочу сейчас погулять колясочка ощутить что-то там и вот мужчина в 45 лет создает новую семью 45-50 далее она создает новую семью и вот начинает дурашиться там а сил то нет уже но сил то нет уже как бы на дискотеку лишний раз ему не хочется идти а его например мадам хочется я помню я познакомилась как-то в какой-то курортном местечке с одной парочкой ему было как раз полтинничек а ей было там 20 с небольшим и вот он так сел что-то возле меня сидит со мной разговаривает я говорю а где олечка твоя будет а олечка там что-то там бегает где-то где-то с кем-то общается загорает прыгает купается танцует веселиться олечка а он вот сидел там что-то со мной рядом и вот мы с ним общались там дддд хоть хотелось сказать по стариковские короче говоря общались не было у него желание спать он ложился в 9 часов вечера а олечка приходила его в 5 утра вот но ему так хотелось вот эту тетечки вот эти молодые такое тельце вот это вот такой вот рядом такого сладенького поросеночка молоденького иметь упругенького уж так хотелось ему но я их понимаю все любят его вкусненькая тельце молодую кто же его не любит да вот я сейчас массажист ухожу мне хорош такой массажист что мне камеру как-то перекосило надо было мне поправить ну ладно уже так соедет у меня хорош такой массажист не знаю мексиканец он или кто такой метр девяносто ростом такой молоденький вот он у меня нами на это мне эти мышцы нами на это я думаю вот что вам не должно быть вот как я должна борзеть чтобы сказать полежи мне писью пожалуйста вот как я должна борзеть я понимаю что ему может быть неприятно мне лизать писью все-таки ему 20 лет мне 40 поэтому сколько бы у меня не было денег я не буду ребенка принуждать лизать мне писью а вот мужчина почему-то это не останавливает вот они так говорят а мне все равно ну что что мне 60 лет а и 25 пусть сосет я говорю но ей невкусно она сосет за деньги понимаешь что ей жить негде там что на хочет там колечко какое-то о колечко забыл отец ну ей невкусно твоя писька седая понимаешь это все он как бы мне все равно говорит мне нравится мне все равно вкусно и там это не вкусно ну ладно что-то я увлеклась давайте дальше значит про лечение сказала обязательно обязательно должен быть и уролог и эндокринолог то есть мужчины мои дорогие обязательно надо ходить и конечно же надо ходить к психологу так вот под последняя фраза гораздо проще легче это все проходит у мужчин которые спокойненько живут со своей женой и входят с ней в один ритм абсолютно в один воду с одними сексуальными желаниями с одними желаниями читать газету и не идти на дискотеку с одним желанием за ручку гулять по парку кушать творожок по утрам и жить по режиму это все а бы и они не переживают у них нет каких-то истеричных тенденций срочно обколоться ботоксом и пойти значит на какие-то такие странные процедуры абсолютно все в порядке все нормально все хорошо вместе старятся друг другу там банки ставят клизмы делают все хорошо горчичники туда-сюда без всякой истерики вот те люди которые радостно живут со своей женщиной со своей женой вместе с ней потихонечку стариться все без всякого рода истерики никакой истерики у них не происходит дорогие мои друзья ну вот мужчина все удовлетворила я вас ясно вам все стало понятно вам все понятно стало надеюсь все дорогие мои заходите обязательно на мой сайт вероника степанова точка ком вам нужны кстати руки вот здесь в камере скажите мне начать размахивать вот так или поспокойнее лучше быть потому что я сейчас поближе к вам подвигаюсь что было больше меня видно больше светом и как бы руки уже сюда они как-то не влезают осу поэтому скажите них скучаете ли вы по моим рукам или нет значит обязательно заходите на мой сайт вероника степанова точка ком обязательно там есть еще много интересной продукции это моя онлайн школа для психологов и для людей которые не являются психологами не хотят быть психологами просто там очень много интересных всяких тренингов в записи и много различных тестов всякой статей вот и обязательно подписывайтесь на мой youtube канал пожалуйста порадуйте меня подпишитесь вот прям сейчас каждый из вас кто не подписаться нажмите пожалуйста кнопку подписаться потому что объясняю следующее видео вы сможете пропустить если вы не пропустите она у вас будет где-то в копилочке копиться и на колокольчик нажимайте обязательно также подписывайтесь пожалуйста на меня в инстаграме и все мои ссылочки которые я сейчас озвучила находится в описании под видео все дорогие мои я вас целую и обнимаю жду вас всех на своих консультациях по skype